Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире телеканала Next.TV, на волнах радиостанции Next.FM, а также на наших страничках в социальных сетях Archa Media. Выходит очередной эфир, который мы традиционно посвящаем темам актуальным, злободненным, которые волнуют наше общество. Проблемы с водоснабжением действительно стали, ну, наверное, проблемой для каждого жителя города Бишкека в частности, но и вообще для нашей страны. Вода, водные ресурсы — тема очень и очень острая. Сегодня мы обсудим ее с руководителем партии социал-демократов Тимирланом Султанопиковым. Тимирлан, здравствуйте! Здравствуйте, Максим! Действительно, вот вы в своих социальных сетях поделились информацией, что еще некоторое время назад вы уже, ну, скажем так, били тревогу, возьму это в кавычках, по поводу той ситуации, которая складывается у нас с водными ресурсами. Давайте вкратце вспомним, о чем тогда велась речь в вашей статье. Да, два с половиной года назад мы поднимали этот вопрос и говорили о том, что если уже сейчас не предпринимать каких-то действий, то вот через несколько лет мы уже столкнемся с этой проблемой. К сожалению, мы пытались предотвратить этот водный кризис, об этом много говорили, но, к сожалению, вот мы остались неуслышанными. Как со стороны властей, так и со стороны вот как бы широкой общественности и средств массовой информации. Что сказать? Во-первых, эта проблема, это не первый год происходит. Эта проблема уже, начиная с 2012 года, у нас есть, поскольку если в 2005 году мы воду брали, значит, с глубины 30 метров, то, начиная с 2012 года, мы берем воду с глубины 150-200 метров. Естественно, давление в трубах падает. Соответственно, в этой связи, в период правления социал-демократов, была проведена большая работа по недопущению водного кризиса, да? Так была проведена, значит, реконструкция Уртуалышского водозабора, которая поставляет 40% воды в город Бишкек. То есть, вы представьте себе, если бы этой реконструкции не было, то еще 40% города у нас была бы сегодня без водоснабжения. Кроме этого, была построена новая, значит, Башкорасульский водозабор, который обеспечил 115 тысяч жителей именно новых наших жилмассивов города чистой питьевой водой. Кроме этого, было пробурено 40 скважин, да? То есть, вот эти все действия помогали нам предотвращать водный кризис, наступление водного кризиса 2013, 2015, 2017 годы и так далее. Но с ухода социал-демократов, ведь очень много времени прошло, правильно, да? Население растет. То есть, в прошлом году мы превысили отметку в 7 миллионов человек. А эти проблемы вот не стали решаться в дальнейшем, к сожалению. И мы об этом планомерно говорили, говорили, но вот, к сожалению, безуспешно. Тимирлан, на Ваш взгляд, сейчас какие действия стоит предпринять для того, чтобы решить фактическую проблему, с которой столкнулись жители? Ну и, скажем так, сделать какие-то шаги загодя, чтобы, возможно, избежать возникновения тех же самых проблем в дальнейшем? Или все-таки проблема настолько глубока и настолько, ну, запущена, будем называть все-таки вещи своими именами, что, ну, какие-то косметические уже изменения тут не помогут, и нужно действительно менять всю инфраструктуру, о чем тоже некоторые эксперты говорят? Ну, начнем с того, что вот, что мы можем сделать с сегодняшнего дня уже начать, да, делать? Первое – это экономия воды, да? Но экономия воды каким образом? Не таким образом, как мэрия, значит, полностью закрывает, да, там, или вводит какие-то временные ограничения по использованию воды и прочее. Это неправильно. Вот, например, сегодня есть у нас более 100 автомоек в городе, да? Мы предлагаем, значит, вводить закрытую систему для автомоек, да? Для этого необходимо государству, вот нашим государственным банкам выделить беспроцентные кредиты для автомоек, для того, чтобы они внедрили закрытый процесс водоиспользования. То есть во всех странах Европы, в развитых странах, значит, вы знаете, что одна и та же вода, она очищается и обратно поставится. То есть это техническая вода, да, это не питьевая вода. К сожалению, вот это не проходит. Наше предложение было таковым, и два года назад, благодаря фракции социал-демократов, мы эти пункты ввели в программу социально-экономического развития города Бишкек до 2025 года. Но, к сожалению, так как у нас самая маленькая фракция, наше предложение реализовывается в последнюю очередь. Второе предложение наше – использовать техническую воду на котлах в ТЭЦ. Вы знаете, что в ТЭЦ там десятки тысяч кубометров воды в каждом котлах-двигаторе, да? И там тоже, к сожалению, используется питьевая вода. Мы предложили также там использовать техническую воду. И она же постоянно испаряется, как вы понимаете, да? В-третьих, никто не знает, какой сейчас у нас уровень изношенности труб. Поэтому мы предлагали провести процесс реновации, провести, значит, реновацию всех труб для того, чтобы избежать вот этих вот потеков и всего прочего. На сегодняшний день информация такова, что около 80% системы водоснабжения в городе устарела. В этой связи мы предлагали, значит, что сделать? Мы предлагали провести реновацию за счет строительных компаний. Почему? Вот я вам объясняю. Значит, как вы знаете, у нас активно сейчас застраивается южная зона, так называемая, вот вокруг южной магистрали. И строительные компании, когда начинали там строить свои дома, вы знаете, там не было ни водозаборов, не было ни систем водоснабжения. И тогда, в 2018 году, все строительные компании, около 23 строительных компаний, которые там строят дома, написали письмо на имя президента, мэрии, с просьбой, чтобы им выделили мы кредиты для того, чтобы построили вот систему водоснабжения. Государство пошло им навстречу. Был взят кредит у секретариата Швейцарии по экономическим вопросам. И была построена система водоснабжения. Полгода назад, в сентябре, 29 сентября, 23 строительные компании, вот эти, которые просили, умоляли, они отказались выплачивать этот кредит. И обратились в Бишкекский городской кинеш с просьбой отменить вот это соглашение. И Бишкекский городской кинеш, все фракции, за исключением фракции социал-демократов, проголосовали за это. И вот эти все огромные, многомиллионные кредиты, которые мы взяли для этих строительных компаний водоснабжения, они теперь легли на жителей города Бишкек. Именно поэтому... Симирлан, я хотел бы остановиться тут, уточнить момент. Скажите, так водозаборы-то были построены или кредит был взят? Почему строительные компании отказываются? Смотрите, прежде всего, первые, значит, первые водозаборы, о которых я вам говорил, да, они строились для решения вопросов местного населения, которые уже есть. А вот система, именно водопроводная система, водоснабжающая система, не получающая воду, да, водозабор, что такое водозабор? Это процесс получения воды, да, то есть доставки, недоставки. А я говорю о системе доставки воды. Но все это входит в единую водную инфраструктуру города Бишкек. Так вот, по просьбе строительных компаний была построена, вот здесь трубопроводы, да, так скажем, были полностью оснащены вот вокруг Южной магистрали, да. Они обязаны были выплатить эти деньги в бюджет города Бишкек. Но, к сожалению, они не стали платить. И обратились с этой просьбой Бишкекский городской кинеш. Вы знаете, все партии, кроме нас, связаны, аффилированы со строительными компаниями. Естественно, они все проголосовали за. А вот именно по этой причине наша фракция в полном составе голосовала против повышения тарифов на воду для населения. И когда нам сказали, что вот вы популисты, вы знаете, что... А мы сказали, а почему, значит, богатым стройкомпаниям мы отменяем их многомиллионные кредиты, которые из-за них мы брали, да, для создания, а простому населению поднимаем. Если для всех одинаково, давайте для всех одинаково. Но, к сожалению, вот такие вот вещи творятся. И вы знаете... Да, действительно, Семерлана, а как будет продолжаться эта история? Потому что, я думаю, у наших зрителей появились вопросы. Если действительно такая, на всякий случай возьму это слово в кавычках, махинация, когда были взяты деньги для частных компаний на строительство системы водоснабжения, и потом эти деньги, опа, и перекидываются на нас, на налогоплательщиков, которые теперь будут вынуждены, да, в том числе оплачивать эти кредиты. Как-то тут возникает очень много вопросов. Поэтому интересно знать ваше мнение. Вы, как депутат, как собираетесь продолжать эту ситуацию, и какое, может быть, развитие событий у нее? Ну, я не депутат. У нас есть фракция, с которой я постоянно на связи. Я председатель партии. Понимаете, Бешкерский городской киншит – это локальный парламент. Председатель партии не может быть задействован как бы в локальных органах власти. Но при этом я всегда нахожусь на связи. Вот вы знаете, да, проблема там в чем? Вот когда на сессии рассматривали этот вопрос, да, отмена, значит, выплат для строительных компаний, тогда впервые в истории Бешкерского городской кинеша заместитель генпрокурора участвовал на этой сессии. Никогда такого не было. Чтобы заместитель генпрокурора участвовал на сессии БГК, и он практически угрожал депутатам городской кинеши. И поэтому такое голосование прошло. В этой связи, я думаю, нам надо обратиться к генеральному прокурору Фурманкулу Доктору Илловичу, президенту Садыру Джапару, председателю ГКМБ Камчебе Куташиеву с вопросами, чтобы они помогли решить вот эти вопросы, которые связаны с коррупцией. Это вот то, что я вам рассказал до этого, да, это все то, как мы можем решать эти проблемы действующими нынешними нашими ресурсами. А вообще самое лучшее, конечно, то, что нам необходимо предпринимать сегодня, это начать строительство водозаборов, целью которых будет выкачка воды Сокотинского района. А мы об этом говорили, о том, что необходимо, значит, использовать водные горизонты Сокотинского района. Тимилан, давайте, вот некоторые ваши советы были связаны с такой модной сейчас темой, разумного потребления, разумного отношения к ресурсам, и в том числе рекультивации, да, тех или иных ресурсов. Как мы помним, вот некоторое количество уже времени наша страна, вроде бы как со всем прогрессивным миром, идет в сторону зеленой экономики, есть даже определенное количество проектов, есть даже просьбы на гранты, на кредиты, которые сейчас активно тоже выделяются мирным сообществом для решения экологических проблем. Насколько вот мы можем как раз-таки для решения своих проблем, на ваш взгляд, использовать вот те инструменты, которые сейчас предлагает ООН, некоторые фонды глобальные, которые готовы поддерживать экологические проекты. И может ли наша страна воспользоваться, ну, скажем так, не было бы счастья, да несчастье помогло, как раз-таки решая конкретную проблему, плюс еще и сделать фундамент для того, чтобы эта проблема не беспокоила нас в будущем. Ну, смотрите, для этого нам необходимы сильные кадры. Вы правильно ответили, что существует цель устойчивого развития ООН, цель тысячелетия, и существуют различные механизмы международные по привлечению различных грантов, ресурсов в нашу страну. Но, к сожалению, этого на данный момент не предвидится. Почему? Потому что у нас до сих пор нет так называемой водной политики. У нас в Кыргызстане не принята доктрина водной политики. Во-вторых, у нас нет понятия водной дипломатии. К сожалению, нет у нас такой понятия водной дипломатии. Хотя, например, в Казахстане уже приняли доктрину, внешнеполитической доктрине Казахстана, да, водная дипломатия включает большой свой аспект. В Узбекистане есть такие понятия. Правительство Таджикистана совместно с правительством Нидерландов является соучредителями форума ООН по воде. И в прошлом году они собрали более 40 руководителей государств и провели очень важный форум, который предоставил Таджикистану очень большие количества денег на создание инфраструктуры по водоснабжению и сохранению воды. У нас, к сожалению, этого пока нет. Но мы планомерно об этом говорим и предлагаем, ну а что делать? Кто ответственный за создание, ну давайте начнем по пунктам, водной доктрины, кто ответственный за формирование водной политики? Что касается водной политики, она делится на два. Внутригосударственная водная политика, то есть как мы потребляем воду, как мы ее распределяем и так далее. Это местные органы власти Джугур-Кокенеш плюс Министерство сельского хозяйства и также у нас есть госагентство по водным ресурсам, мелиорации, ирригации и прочим. То есть вот эти все органы, они ответственны за выработку национальной водной политики. Что касается нашей так называемой водной дипломатии, то за ее выработку, конечно, должно быть ответственно Министерство иностранных дел совместно с отделами и управлениями по внешней политике, аппарата правительства и президента Городской республики. Тимирлан, я вас еще попрошу прокомментировать. Вы знаете, как и каждое событие, которое вызывает общественный резонанс, проблемы с водой на поверхность вынесли опять огромное количество разного рода конспирологических теорий. И вот одна из них говорит нам о том, что вроде бы как вновь происходила там подковерная какая-то торговля водой. Как раз таки с нашими соседями, о которых вы упомянули. Это Казахстан, Узбекистан. На ваш взгляд, вот эти комментарии – это просто слухи? Или действительно за ними может быть какое-то обоснование? Ну, я не знаю, о чем вы именно, что вы имеете именно в виду. Какую именно статью вы имеете в виду? Имеется в виду, что говорят о продаже из наших водохранилищ воды для поливки тех или иных сельскохозяйственных угодий. Насколько это может быть правдой? Потому что мы помним, да, уже когда возникали проблемы на Токтагульском водохранилище, как раз таки с уровнем воды, через некоторое время выяснилось, что действительно в Казахстан продавалось в счет электроэнергии некоторое количество воды. Вот сейчас какие-то подобные вариации этой ситуации возможны? В апреле прошлого года я направил официально запрос в Генеральную прокуратуру Кыргызской республики с просьбой возбудить уголовное дело по факту продажи водных ресурсов Кыргызстана в Казахстан. То есть за незаконный слив непитьевой воды для орошения полей Казахстана. Вы знаете, что тогда фермеры в Кыргызстане испытывали очень большой кризис в связи с тем, что они берут кредиты, вы знаете, на посев, на все остальное. И вдруг нет воды. И вот наши журналисты тогда, помните, выяснили вот это все. И тогда я официально обратился в Генпрокуратуру. Это тоже единственная политическая партия. В итоге они ответили, что они возбудили. И вот происходит там сейчас, проводятся там мероприятия следственные. Вот хорошо, что вы мне сейчас напомнили. Я сегодня опять направлю в Генпрокуратуру письмо с просьбой, что там, как продвигается ваше расследование. Вот видите, какая у нас полезная дискуссия. Да, а что касается наших соседних стран, вот видите, мы же с вами обсудили, что у них есть водная доктрина, у них есть водная дипломатия, водная политика. Это все прописано у них. И в соответствии вот с поставленными задачами перед правительством этих стран и перед ответственными служащими соответствующих структур соседних стран проводится политика в интересах этих государств. Мы тут ничего не можем сказать. Это, наверное, хорошо для этих стран. Но видите, мы тоже должны защищать свои национальные интересы и вырабатывать соответствующую полу. Вот хорошо, что вы об этом заговорили, Тимирлан. Как раз-таки о национальных интересах и о, ну давайте назовем ее, водной дипломатии. Все международные эксперты и вообще эксперты в области, скажем так, различного рода природных ресурсов говорят о том, что Ферганская долина, где соседствует как минимум три государства, это Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, вполне возможно станет вот как раз-таки там очагом очередных социальных потрясений, как раз-таки связанных с водными ресурсами. Вот не настало ли время, может быть, и нам на местном уровне уже озаботиться тем, чтобы, ну скажем так, как-то предохранить себя и весь регион, этот довольно густо населенный, от каких бы то ни было потрясений, как раз-таки связанных с использованием водных ресурсов? Да, вы совершенно правильно заметили. Я вот хочу добавить, что вы знаете, что историки называли в свое время в прошлом столетии, начало прошлого столетия пороховой бочкой Балканский полуостров, вы знаете, да? И вот сейчас пороховой бочкой является Ферганская долина. Действительно, как вы говорите, здесь очень лоскутная, большая такая, очень много национальности, очень много вероисповеданий, очень много населения и прочего. А ресурсов очень мало. И поэтому необходима выработка единой совместной нашей стратегии. То есть Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан. Мы должны выработать единую согласованную стратегию использования ресурсов нашего региона. Я об этом, кстати, говорил в Астане в прошлом году, в октябре прошлого года я был в Астане, и в присутствии руководителей Казахстана, руководителей парламента Казахстана, депутатов, открыто сказал о том, что необходимо пересмотреть все наши соглашения, и необходимо, чтобы Казахстан оплачивал нам финансовыми ресурсами за поставляемую воду. Просто так сейчас надо понять, что вода – это все-таки товар. Что если нефть они нам продают, да, и бензин нам продают, то, соответственно, воду мы тоже должны продавать. Это несправедливо. Мы считаем несправедливым то, что у нас бензин стоит 57 сомов, да, 56 сегодня, 55,7, 40 было сегодня утром. То в Казахстане она стоит 34 сома. Естественно, мы считаем, что если бы они хотя бы нам продавали свои нефтересурсы по цене, которую они продают населению Казахстана, то мы могли бы тоже пойти на какие-то уступки по водным вопросам. И еще вопрос, связанный, может быть, к Кулакосе нас. Но опять-таки, вы знаете, необходимо ведь нам очень важной, например, сегодня стратегией является, например, мы можем, например, Казахстану давать больше воды, или, например, Узвекистану можем давать больше воды, если они нам дадут деньги на то, чтобы мы купили всем нашим фермерам и всем нашим хозяйствам домашним, да, купили и обучили их правильному использованию воды, то есть капельному орошению. Но опять-таки, эти технологии не дешевые. И если правительство Казахстана выделит нам многомиллионные гранты для того, чтобы мы обеспечили всех наших фермеров соответствующими технологиями и обучением их, то тогда оставалось бы больше воды. И эту воду мы могли бы продавать по выгодной цене. То есть очень много есть различных подходов и методов для решения данных вопросов. Это правда. Но вот как раз-таки, переходя к подходам и методам, не могу не попросить вас прокомментировать. Дело, может быть, конечно, не такое новое, но вот о нем вспомнили как раз-таки в связи с заявлениями некоторых комментаторов по поводу того, что воды мало, потому что ледники не тают. И вот сразу вспомнилось предложение тоже одного человека, который предлагал посыпать ледники золой, углем, пеплом и так далее. Вообще, на ваш взгляд, вот те проблемы, с которыми сейчас сталкивается наша страна, насколько нас, возможно, заставят чуть более осознаннее относиться не только к каким-то очевидным таким вещам, как вода, но и к вещам, которые немножко о будущем. Не знаю, природа охрана, сохранность ледников и прочее. Заставить людей как-то к этому относиться, как вы говорите, вот экофрендли, да, это по-английски будет, экофрендли, это не получится. Для этого необходимы механизмы государств, которые будет государство устанавливать, да? То есть надо помогать населению, потому что просто так... Я о том и говорил, на самом деле, Тим Лан. Я это имел в виду, что вот мы в некоторых эфирах, обсуждая там важные вещи, касающиеся там условно сбора мусора, мы приводим в пример скандинавские страны, где с самого детского сада юных жителей Скандинавии учат раздельному сбору мусора, какие-то дают навыки, основы экологии и прочее. Вот, может быть, это заставит наше государство поменять политику в целом, и, может быть, действительно какие-то учебные программы в учебных заведениях вводить, как-то работать с населением. На ваш взгляд, может быть, действительно, это будет тем самым спусковым механизмом для того, чтобы, может быть, в рамках каких-то международных проектов, может быть, в рамках какой-то национальной инициативы все-таки начать реализовывать эти проекты. Безусловно, я с вами согласен. В этой связи, вы знаете, этот вопрос меня давно интересует. Будучи школьником, в 10-м классе я участвовал в вводном форуме Организации Объединенных Наций, лично встречался с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. В то время это был Пан Гимун, сейчас уже Антонио Готерриш. Поэтому эти вопросы меня давно интересуют, со школьных лет, так сказать. И мы же об этом вот давно говорим и даем конкретные предложения, в том числе бесплатные практически. Да, вот как вы, наверное, услышали, они действительно эффективные и действительно давно продуманные, основательно продуманные. И я думаю, что правильные к сегодняшнему дню. Трудокон Суболевич Суболеев, который руководил 25 лет нашей республикой, вы знаете, он говорил, что если золото уходит, пусть уходит, но главное, пусть не уходит вода, потому что вода дороже золота. И эти слова он сказал, когда принимались решения по кумтору. То есть он был не согласен, но так как большинство голосовало за, он еще тогда нас предупредил. Ладно, вот золото отдаем, но воду никогда нельзя отдавать. Поэтому я думаю, что мы должны вот следовать заветам наших выдающихся государственных политических деятелей прошлого столетия, да, и уже идти в новый век с правильными программами, с правильными идеями. Прекрасное завершение беседы. Хоть и шла речь у нас не совсем о приятных вещах, но завершение какое-то даже оптимистическое получилось. Тимирлан, спасибо вам огромное. Нашим зрителям напоминаю, что беседовали мы с лидером партии социал-демократа Тимирланом Султанбековым, обсуждали тот кризис водный, который происходит сейчас в нашей стране. Хочется верить, что действительно осознанные, разумные решения помогут решить его и сейчас, и избежать этих проблем в будущем. Берегите себя, будем на связи. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok